отстаньте от близких не имейте претензий будьте для них солнцем что такое духовность быть солнцем к богу быть солнцем к людям быть солнцем к близким вот этому должна эзотерика обучает а там как вы вот я считал курс такой не читал курса слушал женщину она говорит этот мир разделился в этом мире есть люди и дальше начинает эти люди они плохие у этих людей плохих с плохими для плохих у плохих они с чертями они без чертей и вот это все но мы сейчас дошли до перехода этот переход новый уровень первый уровень мы перейдем вот сюда и тогда будет так ордена ленина дружбы красного знамени станет все хорошо в этом переходе все будут и тогда корабли начнут бороздить просторы большого театра и приедут и тогда весь мир будет счастья но надо переход из-за того что очень много плохих есть их нужно идентифицировать такие плохие такие плохие эти плохие эти и у этих плохо эти вообще сволочи они низкие падшие все и а где выход и получается а что это даст ну хорошо это даст человеку еще одни знания которые дополнят его сознание информации что раньше он считал что плохие это те которые поступают плохо после такой информации он может идентифицировать плохих еще и по цвету штанов по закрученным ушам там по каким-то неправильному разрезу глаз по поступкам по каким-то там фокусом которые ему навязывают и так далее и стараться спасти этот мир и так далее и спасение будет и она будет заключаться в каком-то ресурсе или в каких-то инструментах который продаст вот такой человек и непонятно они спасают или не спасают знаете это как с таблетками у таблеток хоть есть там гигиенические заключения и там сертификаты соответствия которые связаны с до этого там проведенными исследованиями научными там работы пишутся это а здесь никто ничего не пишет работ никаких нету человек просто говорит вот верьте мне я это сделаю в дальнейшем все будет хорошо и человек вынужден потратить время и потом он не может сказать там помогло или не помогло и так далее можно сейчас плюнуть мне в лицо и сказать дуйко что ты чешешь а сам-то ты какой ты сколько там всего продаешь и обрядовая магии эзотерика и так далее почему я могу сказать моя эзотерика сделала из меня счастливого человека с 2011 года я преподаю свою эзотерику и это помогло мне справиться с болезни облегчить внутренние страдания помирить меня с родителям найти любимую жену дом построить имущество приумножить выздороветь и справиться с тяжелым заболеванием не иметь сейчас проблем иметь миллионы знакомых по всему миру общаться с самыми наивысшими людьми которые есть во всех отраслях открыть завод сделать бизнес для себя и самое приятное обрести состояние наслаждение радости когда ты живешь дома потому что это самое самое большое достижение в жизни самое большое потому что я не умел меня не воспитывали у нас дома было там много детей отец он уработал чтобы на всех прокормить мама работала у нас не было возможности никто не отдыхал все время все были чем-то заняты сестры замуж по выходили я на музыку ходил вроде и все хорошо но не было я не знал как это жить и как это там иметь свободное время в семье чтобы кто-то кому-то что-то говорил чтобы кого-то можно было за ручку держать чтобы дети росли можно было любить и найти возможность бог создал людей и человек может жить либо в раю либо в аду и рай это счастье рай это счастье но рай может быть персонифицированный когда тебе рай а все остальные твои жертвы когда человек садится и там ты выжуете вы сволочек закрой рот а ну и все о молодец молодец почему паша боятся рай может быть другим солнечным когда ты даришь солнце когда ты не обижайся когда ты счастлив когда ты можешь это создавать если конфликт несомненно почему несомненно ну знаете у одних людей конфликт вспышка почему